В калориметре находится вода массой 5 кг при температуре 20 градусов Цельсия. В нее помещает кусок льда массой 2,5 кг. Какова была начальная температура льда, если конечная масса льда оказалась равной 1,7 кг? Для начала запишем данное. Масса воды 5 кг. Начальная температура воды 20 градусов Цельсия. Масса льда равна 2,5 кг. Масса оставшегося льда М1 равняется 1,7 кг. Удельная теплоемкость воды равна 4200 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Удельная теплота плавления льда равна 330 на 10 в третий джоуль на килограмм. Удельная теплоемкость льда равна 2100 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Температура плавления 0 градусов Цельсия. Найти начальную температуру. Т льда неизвестно. Так как у нас нет обмена с окружающей средой, следовательно, Q оттона равняется Q полученному. Количество тепла, которое отдается при охлаждении вещества, Q, равняется СМ дельта Т. Т. Количество тепла, которое требуется для плавления, Q, равняется лямбда М. Эти формулы нужно знать. Q оттона, отдает в нашем случае вода. Q воды равняется удельной теплоемкость воды, С воды, умножить на массу воды и на изменение температуры. Т воды минус Т плавления. Q полученному. Получает у нас лед. Количество тепла, которое получает лед, будет равняться Q нагревания плюс Q плавления. Q нагревания льда будет равняться удельная теплоемкость льда, умноженная на массу льда и на изменение температуры. Т плавления минус Т льда. Q плавления будет равняться удельная теплота плавления льда на массу льда, которая расплавилась. То есть масса всего льда минус масса m1. Это та часть льда, которая осталась нерасплавленной. Соберем все воедино. Получается q полученная равняется c льда умножить на массу льда и на изменение температуры. t плавления минус t льда плюс q плавления. q плавления это λ льда умножить на массу льда минус масса льда, которая не расплавилась. Приравняем q отданное к q полученному. Получается c льда, масса льда умноженная на скобку t плавления минус t льда плюс λ льда умноженная на скобку масса льда минус масса 1 равняется q отданное c воды, масса воды на изменение температуры t воды минус t плавления. Тогда c льда, масса льда умноженная на скобку t плавления минус t льда равняется c воды, масса воды умножить на скобку t воды минус t плавления минус λ льда умножить на массу льда минус m1. Выразим отсюда разницу температур. t плавления минус t льда равняется c воды, масса воды на изменение температуры t воды минус t плавления минус λ льда умножить на массу льда минус m1. Знаменатель c льда, масса льда. Тогда начальная температура льда равняется t плавления минус c воды, масса воды умножить на скобку t воды минус t плавления минус λ льда умножить на массу льда минус m1. Знаменатель c льда, масса льда. Отставим сюда наше значение и найдем результат. По счетам получаем начальная температура льда минус 30 градусов Цельсия. Запишем ответ. Начальная температура льда равна минус 30 градусов Цельсия. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.